Сегодня вам понятны причины спецоперации? Так они мне были понятны всегда. Я помню, тогда статьи пошли, что спецоперацию поддержали Николай Басков, Захар Прилепин и Владимир Машков. Я прям в бешенстве говорю, что я начал, поддержал. Я 8 лет этой темой занимаюсь. У меня гуманитарный фонд работает 8 лет. У меня батальон 3 года существовал. Я кучу людей там перехоронил. Я был советником Захарченко. Я написал 4 книги уже, что я поддержал спецоперацию. Субтитры сделал DimaTorzok Прилепин! Это нестребимое почвенное чувство было в русском мужике во все времена. И я еще застал это и видел это в Чечне, этих и чеченцев, и русских, вот с этим самым ощущением. Ничего там есть, просто такое звериное ощущение, вот как-то звериное ощущение своей почвы, своей территории. Было тогда, вот территория, вот земля, ее надо, это наша земля, ее надо беречь и хранить. И дай бог, чтобы это качество не размылось совсем. Мне периодически мои товарищи и помощники сообщают разнообразную статью. Статистику и социологию по добровольцам и вообще по отношению к спецоперации в национальных республиках. И это, конечно, меня поражает до глубины души. Потому что вот у нас все, во-первых, конечно же, национальные анклавы, там Дагестан, Чечня, все понятно, Башкортостан и так далее. Но еще и Дальний Восток, который русский, вот там самая высокая степень мотивированности, там самое высокое количество добровольцев. Я думаю, что они не заражены вот этим вот столичным, который накапливается, вот это столичные все эти заразы. Снобизм, вот это вот, что мы люди Европы, тусовочка. Дальний Восток Тебе же прислали, это как вот там, ну вот этот. Как называется так? Сейчас. Смайлик. Да. Смайлик. Где же его прислали, а ты не присылаешь никому. Потому что я говорю, что все свои эмоции нужно выражать словами, а не смайликами. Ну да. Смайлик, я прощаю, конечно, речь. Надо уметь читать иронию и передавать. Конечно. И достигать высот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова